Челябинск регионгаз снова хочет оставить без тепла поселок АМЗ. Поставщик голубого топлива намерен перекрыть задвижку в местной котельной, якобы за долги. Однако есть сведения, что задолженность регионгаз создал искусственно. Подробности в нашем репортаже. Над поселком АМЗ словно повис злой рок. В 2009-м Челябинск регионгаз не позволил открыть задвижку. Тогда поселок замерз, батареи в квартирах потеплели только после личного вмешательства Михаила Юревича. И вот спустя полтора года Челябинский филиал «Газпрома» объявил о намерениях отключить газ в котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой 11 многоквартирных домов в поселке. Челябинск регионгаз объявил об отключении газа на котельную ООО «Теплоиндустрии», поставляющую тепло в поселок АМЗ. Заявляя о том, что якобы ООО «Теплоиндустрия» задолжала определенную сумму за газ. Значит, как образовались долги? Челябинск регионгаз искусственно надувает долги, выставляя счета с коэффициентом полтора. Это значит, что грубо потратив газа на миллион, мы платим полтора миллиона. Должны заплатить полтора миллиона. Оператор котельной Валентина Басова сама живет в поселке АМЗ. Говорит, настрой у местных жителей неспокойный. Ну, люди-то беспокоятся насчет тепла, насчет воды. Потому что у нас же, считайте, два года не было горячей воды летом. Но тепло, правда, поддерживали нормально все-таки, более-менее еще. И без тепла, и без воды, ну, никак поселок не может обходиться. А уж в зимнее время, тем более, без тепла никак нельзя. В заложниках политики регионгаза оказываются местные жители. Городская администрация сейчас пытается сделать все возможное, чтобы подача тепла в дома не прекратилась. Во-первых, регион газ не имеет права отключить, да и, честно говоря, технические возможности по отключению котельной, конкретно теплоиндустрии, просто не существует. Дело в том, что самая ближайшая задвижка газовая, которая есть, это задвижка, которая отключает не только котельную теплоиндустрию, но еще и полпоселка Амазы, на самом деле. Поэтому в любом случае администрация города негативно относится к намерениям по отключению источников теплоснабжения и, думаю, что не допустим этого. В мэрии намерены привлечь инвесторов для строительства новой котельной. В рамках модернизации котельных, проводимой губернатором, компания-владелец нынешнего источника теплоснабжения готова предоставить земельный участок со всеми коммуникациями. Челябинск-регион ГАЗ заявляет о том, что они социально ответственные, что якобы они строят баскетбольные площадки, внутридворовые детские площадки. Почему бы Челябинск-регион ГАЗу не построить жизненно необходимый объект, котельную для поселка Амазы? В настоящий момент Челябинск-регион ГАЗ отвечает за свои действия в поселке Амзе перед судом и антимонопольной службой. Амзе перед судом и антимонопольной службой. Продолжение следует...